МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жильцы дома расселились по родственникам и знакомым. Там проживали 23 человека и трое несовершеннолетних детей. По словам очевидцев, дым пошел с первого этажа. По предводительным данным, причиной пожара может быть неосторожное обращение с огнем. Решается вопрос предоставления жильца по горельцам из маневренного фонда. Причина, виновный и ущерб устанавливаются. Поступил звонок 2147, дежурную службу, 01. И первый был выезд по второму вызову. И подача первого ствола сразу была 9,49. И предварительные причины устанавливаются. И предварительные жертвы у нас с опросов свидетелей двое. И мы в ближайшее время сделаем раскопки. Одним из первых наших шагов будет, во-первых, временно их всех заселить. Есть у нас комнаты в общежитии, есть у нас квартиры. Оказывается, уже сейчас в данное время психологическая помощь. И будет открыт счет для аккумулирования средств пострадавшим от пожара. Будет организован благодарительный марафон. Мы объявили день траура с 15-го числа по воскресенье. Уголовный розыск Якутии обратился в нашу рубрику с сообщением о том, что в республике растет количество кибермошенничеств. Поэтому стражи порядка обращаются к каждому жителю. Внимание на экран. От лица Управления уголовного розыска МВД по республике Саха-Якутия хочу обратиться к жителям Якутии через вашу рубрику в связи с ростом мошенничеств, связанных с использованием мобильных средств связи. В течение наступившего 2018 года на территории республики зарегистрировано 55 уголовных дел, возбужденных по факту мошенничеств, связанных с использованием мобильных средств связи и интернет-ресурсов. Наиболее распространенным способом совершения преступлений данного вида является использование интернет-сайтов и социальных сетей, в которых содержится огромное количество объявлений. В последнее время страдают очень много жителей районов республики. Находят объявления в различных группах WhatsApp о продаже комбикорма, сахара и так далее. После этого отправляют деньги на неизвестные счета, банковские карты, Киви-кошельки, Яндекс.Деньги, но товар в последующем не получают. Поэтому я призываю жителей республики не вносить никаких предоплат. Также хочу проинформировать о том, что на территории республики зарегистрировано очень много случаев, когда звонят клиентам, держателям банковских карт, представляются сотрудниками безопасности банка, и таким образом похищая денежные средства, подключаясь к мобильному приложению «Мобильный банк». А далее инспектор ГИБДД Владимир Ощепков расскажет, что происходило на дорогах столицы республики. За прошедшую неделю на территории города Якутска и его пригородах зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий. Из них 23 столкновения, 3 наезда на стоящие транспортные средства, 3 наезда на препятствия, 2 наезда на пешехода и 1 падение пассажира. В 5 дорожно-транспортных происшествиях 7 участников дорожного движения получили ранения различной степени тяжести. Так, 12 февраля в 16 часов 44 минуты при проведении медицинской сверки был выявлен факт обращения 32-летней женщины в трампунт. Предварительно установлено, что около 14 часов на круговом движении по улице Дзержинского 33-летний водитель, управляя автобусом ПАС маршрута номер 18, допустил падение пассажирки. Назначено амбулаторное лечение. Также госавтоинспекция напоминает водителям маршрутного транспорта соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию до впереди идущего транспортного средства и при высадке и посадке соблюдать безопасность. Пассажирам напоминаем, чтобы они соблюдали личную безопасность при проездке на маршрутном транспорте, чтобы они держались за поручни, а когда перевозят своих детей, чтобы соблюдали также меры безопасности и смотрели за их действиями. Кстати, о автобусах. Госавтоинспекция обнародовала статистику за год. Самый массовый вид транспорта, который перевозят сотни тысяч пассажиров, автобусы, становится самым опасным. По данным статистики, за год по вине водителей автобусов произошло более 5,5 тысяч аварий. По информации ГИБДД, из них 78 аварий с особо тяжкими последствиями, в которых погибли 121 и получили ранения 155 человек. Все это происходит на фоне общего сокращения аварийности на дорогах. И изученная статистика поможет улучшить ситуацию. Скрасим обстановку позитивными новостями. Автовладельцам с 1 июля перестанут выдавать паспорта транспортных средств в бумажной форме. Их заменят электронные. При поставке на учет автомобиля с электронным паспортом автовладелец экономит 350 рублей, которые требовались заплатить за внесение изменений в старый ПТС. Если бумажный паспорт утерян или пришел в негодность, а также просто по желанию автовладельца поменять его на электронный, собственник может сделать в одной из уполномоченных организаций. Например, у оператора техосмотра. На этом у меня все. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok